Всем привет! Так как я имею большой опыт ведения каналов на Яндекс.Дзен, то я уже давно вывел для себя 5 правил, которых я придерживаюсь, если хочу, чтобы моя новая статья выстрелила. Если кто не знает, пишу я в последнее время на Яндекс.Дзен только на тему здоровья. Мои правила хорошо работают для уже работающих каналов на монетизации. На новом канале эти рекомендации и правила не всегда могут сработать, я уже сам в этом не раз убеждался. Особенно если канал совсем новый и ему несколько недель, к примеру. Так как алгоритм еще присматривается к каналу, определяет аудиторию и много показов статьям не дает. Даже если у статьи получился очень хороший или даже высокий CTR, то есть открываемость статьи при обнаружении ее в ленте. Поэтому имейте это ввиду, но тем не менее не сдавайтесь и продолжайте писать, искать рабочие темы для статей для своего канала, а я поделюсь своими наработками, то что хорошо работает у меня. Да и вообще нужно не забывать о том, что все очень зависит от автора. Кто как статью напишет, какой заголовок, придумает картинку, подберет и так далее. Итак, первое правило это выбор тематики, которая имеет большой охват и массовость. Конечно лучше этот вопрос затрагивать еще на этапе создания канала, но некоторые темы статей можно адаптировать и под уже сформированный канал с определенной тематикой. Либо в крайнем случае можно просто сменить тематику канала, особенно если он на монетизации, а с текущей тематикой практически никакого дохода не приносит. На Дзене есть куча тематик, в которых сколько бы статей вы не написали, с какими бы интересными на ваш взгляд заголовками и какие бы высокие показатели у них не были, все равно больших дочитываний не набрать и соответственно не заработать хороших денег. Я на своем ютуб канале уже выпускал недавно видео о трех денежных тематиках на Яндекс.Зен, в которых можно легко набирать десятки и сотни тысяч дочитываний. Там я рассказывал по каждой из них, подробно разбирал каждую тематику и давал достаточно примеров статей. Кому интересно, можете позже зайти на мой канал и посмотреть это видео. А сейчас я коротко повторю, что было в том видео. Первое это тематика здоровья, второе это различные психологические тесты по картинкам, то есть развлекательная тематика. И третья ниша это полезные советы, лайфхаки по дому, огороду, уборке, кухне и подобные полезности в бытовых вопросах. Чаще всего заходят те статьи, где человек делится личным опытом, где показывает, что вот он так сделал и у него все получилось. Это вызывает доверие, повышает кликабельность карточки статьи и доказывает то, что статья стоит прочтения. Второе правило успешной статьи заключается в том, что для ее карточки нужно подбирать интересную и яркую картинку, которую можно легко рассмотреть за 1-2 секунды. То есть там должно быть 1, 2, 3 объекта крупным планом, которые легко распознаются беглым взглядом. А картинки, фотографии с кучей мелких деталей, которые нужно долго разглядывать, чтобы выловить о чем статья, не подходят. И еще лучше, чтобы на картинке или фотографии преобладали темные цвета, чтобы цвет шрифта заголовка на карточке статьи был белым на черном или просто темном фоне. Я не раз замечал, хотя может это были совпадения, что на такие карточки люди больше обращают внимание, так как они более яркие и по ним чаще кликают. Соответственно, CTR у таких статей намного больше, чем у тех, где шрифт заголовка статьи черный на белом фоне. Это как-то тускловато выглядит и не так бросается в глаза. Давайте посмотрим ленту Дзена. Я покажу вам несколько примеров, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот фотография. Здесь преобладают черные цвета. И вот она отлично ярко выглядит в ленте. И шрифт белый, как бы заголовок отлично читается на темном фоне. Вот здесь точно так же. А вот здесь, где светлые картинки, но никогда как, еще от фотографии зависит. Вот здесь, например, заголовок начинает налазить на саму фотографию и не очень четко его видно, нужно присматриваться. Третье правило. Меньше фото в статьях и меньше прощального текста с призывом подписаться, поставить лайк и ссылок на другие статьи на канале и подобного лишнего текста в конце статьи. Максимум 1-2 строчки. Это все сокращает карту дочитывания и влияет на продвижение статьи. Конечно, это не имеет прямого сильного влияния. Оно работает вкупе с остальными факторами, но все равно пренебрегать картой дочитывания не стоит. Она должна быть около 90%. Я не раз замечал, что когда у статьи карта дочитывания меньше 90%, то она получает первые показы и потом особо не крутится. Исключением может быть, если у нее очень хороший высокий CTR. А если карта дочитывания 70-80%, то тем более она затухает и не крутится. Все вот из-за таких вот блоков в конце статей. Они съедают вашу карту дочитывания, человек листает статью и видит первые строчки вашего прощального текста в духе спасибо за прочтение статьи, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и так далее. И закрывают статью. Конечно, не все так делают. Часть людей выходит на этом моменте, а часть резко пролистывает этот блок, чтобы почитать комментарии. Но все это влияет на карту дочитывания статьи, что в комплексе с остальными факторами влияет на продвижение статьи. Ну и второй момент, лишней фотографии тоже не стоит вставлять в статью и искусственно ее растягивать, особенно если в статье мало текста и вы с помощью фото надеетесь увеличить время прочтения статьи, чтобы оно было больше 40 секунд и в статье не отключили рекламу. Это так не работает. На цене любят читать, а не рассматривать картинки. Они их чаще всего просто пролистывают. Исключением являются те статьи, где с помощью фото что-то демонстрируется и показывается какой-то алгоритм действий, процесс и подобные вещи. Четвертое правило это интересный заголовок и пустое поле с описанием статьи, то есть чтобы на карточке статьи отображался только заголовок. Это конечно мой опыт, я считаю, что лучше так делать, потому что таким образом видно полностью фотографию карточки статьи и заголовок находится на читаемом фоне внизу карточки. А не налазит на фотографию и теряет свою читабельность, когда нужно разглядывать первые буквы заголовка и разбирать, что же там написано. Вот что я имею в виду. Я считаю, что можно обходиться без описания карточки статьи, просто оставлять заголовок. Таким образом заголовок опускается в самый низ и он не налазит на саму картинку. К примеру, как вот здесь. Вот здесь первая строка заголовка, она как раз накладывается на картинку, но здесь она еще более-менее темная и из-за этого хорошо видно. А вот, к примеру, вот здесь нужно разбирать. Ну, это как бы не самый удачный вариант, и здесь можно найти еще хуже. Либо вот здесь тоже. Здесь вот куча мелких деталей на карточке статьи, то, о чем я говорил, что не стоит использовать. И здесь вот как раз первая строка заголовка ложится именно на фотографию. Там, где вот эти мелкие детали, нужно разбирать, чтобы прочитать заголовок. Ну, а с желанием сделать заголовок интересным, нужно быть осторожным, чтобы не сделать кликбейтный заголовок. Я советую вам прочитать вот эти две статьи на тему кликбейта, что рекомендует и советует сама редакция Дзена, как писать интересные заголовки без кликбейта. И последнее заключительное правило, я в последнее время пишу короткие емкие статьи по 2-2,5 тысяч символов. Максимум бывает до 3 тысяч символов, но это бывает редко. В наше время человек выделяет определенное время на соцсети и развлечения, поэтому многие не любят читать длинные статьи или смотреть долгие видео, тратя на это свое время. Им становится скучно, и они могут закрыть статью наполовину и уйти. Тем более, что сейчас у человека есть просто огромнейший выбор того, что он может почитать и посмотреть. Открыл какую-то скучную статью, не дочитал, закрыл, увидел в ленте более короткую статью на эту же тему, быстро прочитал и остался доволен. Поэтому я не советую писать длинные статьи. Статьи должны быть легкие в чтении и потреблении информации и не должны забирать много времени на прочтение. Спасибо вам за просмотр, еще увидимся, пока!